Волшебник Маша и Медведь. Русская сказка Жили-были дедушка да бабушка, была у них внучка Машенька. Собрались раз подружки в лес по грибы да по ягоды, пришли звать с собой Машеньку. «Дедушка, бабушка», — говорит Машенька, — «отпустите меня в лес с подружками». Дедушка с бабушкой отвечают, — «Иди, только смотри от подружек, не отставай, не то заблудишься». Пришли девушки в лес, стали собирать грибы да ягоды. Вот Машенька деревце за деревце, кустик за кустик и ушла далеко-далеко от подружек. Стала она аукаться, стала их звать, а подружки не слышат, не отзываются. Ходила-ходила Машенька по лесу, совсем заблудилась. Пришла она в самую глушь, в самую чащу, видит, стоит избушка. Постучала Машенька в дверь, не отвечают. Толкнула она дверь, дверь и открылась. Вошла Машенька в избушку, села у окна на лавочку, села и думает, «Кто же здесь живет? Почему никого не видно?» А в той избушке жил большущий медведь. Только его тогда дома не было, он по лесу ходил. Вернулся вечером медведь, увидел Машеньку, обрадовался. «Ага», — говорит, «теперь не отпущу тебя. Будешь у меня жить, будешь печку топить, будешь кашу варить, меня кашей кормить». Потужила Маша, погоревала, да ничего не поделаешь. Стала она жить у медведя в избушке. Медведь на целый день уйдет в лес, а Машеньке наказывает никуда без него из избушки не выходить. «А если уйдешь?» — говорит. «Все равно поймаю, и тогда уж съем». Стала Машенька думать, как ей от медведя убежать. Кругом лес, в какую сторону идти не знает, спросить не у кого. Думала она, думала и придумала. Приходит раз медведь из лесу, а Машенька и говорит ему, «Медведь, медведь, отпусти меня на денек в деревню, я бабушке да дедушке гостинцев снесу». «Нет», — говорит медведь, «ты в лесу заблудишься. Давай гостинцы, я их сам отнесу, а Машеньке того и надо». Напекла она пирожков, достала большой-пребольшой короб и говорит медведю, «Вот, смотри, я в этот короб положу пирожки, а ты отнеси их дедушке да бабушке». «Да помни, короб по дороге не открывай, пирожки не вынимай, я на дубок влезу, за тобой следить буду». «Ладно», — отвечает медведь, «давай короб». Машенька говорит, «Выйди на крылечко, посмотри, не идет ли дождик». Только медведь вышел на крылечко, Машенька сейчас же залезла в короб, а на голову себе блюдо с пирожками поставила. Вернулся медведь, видит, короб готов, взвалил его на спину и пошел в деревню. Идет медведь между елками, бредет медведь между березками, в овражке спускается, на пригорке поднимается. Шел-шел, устал и говорит, «Сяду на пенек, съем пирожок». А Машенька из короба, «Вижу, вижу, не садись на пенек, не ешь пирожок, неси бабушки, неси дедушки». «Ишь, какая глазастая», — говорит медведь, «все видит». Поднял он короб и пошел дальше. Шел-шел, шел-шел, остановился, сел и говорит, «Сяду на пенек, съем пирожок». А Машенька из короба опять, «Вижу, вижу, не садись на пенек, не ешь пирожок, неси бабушки, неси дедушки». Удивился медведь, «Вот какая хитрая, высоко сидит, далеко глядит». Встал и пошел скорее. Пришел он в деревню, нашел дом, где дедушка с бабушкой жили, и давай изо всех сил стучать в ворота. «Тук-тук-тук, отпирайте, открывайте, я вам от Машеньки гостинцев принес». А собаки почуяли медведя и бросились на него, со всех дворов бегут, лают. Испугался медведь, поставил короб у ворот и пустился в лес без оглядки. Вышли тут дедушка да бабушка к воротам, видят, короб стоит. «Что это в коробе?» говорит бабушка. А дедушка поднял крышку, смотрит и глазам своим не верит. В коробе Машенька сидит, живехонька и здоровехонька. Обрадовались дедушка да бабушка, стали Машеньку обнимать, целовать, умницей называть. Вот и сказочке конец, а кто слушал, молодец. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова А.Кулакова